Привет, я Александра, это «Минута с налоговым консультантом». И сегодня мы говорим об особенностях налогообложения НДС в международной перевозке грузов. Как указано в подпункте А пункта 195.1.3 НКУ, операция по международной перевозке пассажиров, грузов и багажа железнодорожным, автомобильным, морским, речным и авиационным транспортом облагается по ставке 0%. Абзац следующего этого же подпункта говорит нам о том, что с целью налогообложения нулевой ставкой операция по перевозке грузов считается международной, если она осуществляется по так называемому единому международному перевозочному документу. В случае, например, с автомобильным транспортом это ЦМР. Первый момент, который здесь надо понимать, если вы получили или отправили аванс по международной перевозке за услуги международной перевозки, но операция не закрылась документом, то есть у вас нет так называемого единого международного перевозочного документа, к сожалению, фактически вы теряете право на нулевую ставку, поскольку нулевая ставка четко привязана к операции, оформленной вот этим международным документом. Во-вторых, нигде не написано, что международная перевозка это перевозка из-за рубежа или за рубеж, то есть тот маршрут, по которому вы везли груз и у вас оформлена на этот отрезок пути транспортная накладная, соответствующая единому международному перевозочному документу, вы будете сохранять право на нулевую ставку просто потому, что у вас жесткая привязка нулевой ставки к документу. Например, по маршруту Одесса-Киев, если груз идет под таможенным контролем по ЦМР, на этом отрезке следования это будет международная перевозка, соответственно, будет сохраняться нулевая ставка по МДС. У меня на этом все, пока!